Здравствуйте! В эфире выпуск в студии Вера Ионкина. И сегодня мы в программе подведем итоги уходящего 2019 года. Долгожданная автомагистраль, передвижные ФАПы и ключи от новеньких квартир. Успехи регионов под флагами ЛДПР. Грандиозное событие в пятницу 13-го. Старейшая политическая партия России ЛДПР отметила свое 30-летие. О важных вехах и будущих планах совсем скоро. В гостях у сказки студенты-чародеи из Института мировых цивилизаций строили незабываемый праздник маленьким москвичам в центральном аппарате ЛДПР. Россия в предновогодней суете и буквально через несколько дней кремлевские куранты отобьют 12 ударов, которые отправят в историю 2019 год. И самое время вспомнить главные его события. Итак, Государственная Дума закрыла осеннюю сессию. Владимир Жириновский подвел итоги работы парламента за год, отметив, что Госдума приняла более тысячи законов. 12% из них были предложены фракции ЛДПР. Госдума приняла более тысячи законов. 12% от ЛДПР. Это больше, чем некоторые другие партии. Мы рады, что помощь малоимущим на репотечные каникулы. Нет денег, попозже будешь платить. Пенсионерам индексация независимо от надбавок, какие там есть. МРОД мы установили, он выше. Да, 12 тысяч с хвостиком, но в перспективе мы доведем 15 тысяч, 20 тысяч. МРОД минимальное. Дольщики, застройщики. Наконец-то будем строить через банки, чтобы эти аферисты больше не забирали деньги и никуда не сбегали. Вот. Мы не стали поддерживать некоторые законы. Мы, например, против расширения возможности распивать пиво на стадионах, рекламы пива. То есть, конечно, есть люди-любители. Но мы рады, что идет снижение, так сказать, потребления алкоголя в стране и количество курильщиков. Ну вот смотрите, мы хостелы запретили, а окошечки оставили какое? Теперь не только запрещают хостел на многоквартирном доме, а где большой частный дом? Он его весь превратил в гостиницу. Он подпадает под наш закон. Мы же могли написать, кроме частных владений, где один собственник, и он сам решает, будет хостел у него или его квартира. Поэтому здесь вот по виноделию, по виноградовству мы его приняли. Но здесь тоже есть проблема, когда мы давно должны бы сократить поступление виноматериалов из-за рубежа. А мы теперь, так сказать, практически не сокращаем закупку иностранного вина, но пытаемся дать больше возможностей для производства своего. В совокупности это приведет к увеличению потребления. Вот это нам опасно. Он и наше будет потреблять, человек, и зарубежное. Поэтому здесь ЛДПР ведет себя осторожно. Выборы, мы, блестящий успех у нас, Хабаровский край, когда мы, было три депутата в ЗАГС собрания и края, а теперь 30, в 10 раз увеличили. Представляете, если мы даже в Думе в три раза увеличим, 140, если было 40, будет 120. Но в Хабаровском крае, если не ошибаюсь, губернатор, представитель вашей пластины. Косомольский-на-Амуре, наш мэр и тоже большинство в ЗАГС собрания местном. Нас волнует один момент. Это Владимирская область. Наш губернатор, я об этом президенту говорил, премьер-министру говорил, в Госдуме. ЗАГС собрание единственное на всю страну слишком медленно утверждает вице-губернаторов. Из там девяти человек приблизительно, только два, наконец, утвердили, когда он уже без приставки в Рио. То есть это как бы какой-то легкий, в легкой форме саботаж. Вот мешают губернатору сформировать команду. Люди не хотят быть в Рио, не хотят быть утвержденными, тем более год прошел, а то и полтора. То есть это вот минус, связанный, так сказать, с политической системой. Время раскрывать карты. Какие же законопроекты были приняты парламентом в этом году? Пожалуй, самым главным событием у депутатов стало принятие годового бюджета. Известно, что он будет профицитным, и у парламентариев есть надежда, что регионы получат деньги уже в начале года. Национальные проекты на местах будут успешно реализованы в срок. Депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал об инициативах, предложенных фракцией ЛДПР, которые в этом году стали законами. Главный закон, который был принят в эту сессию, это, конечно, бюджет. Это финансовый документ, по которому живет страна. Мы его поддержали, исходя из того, что на социалку гораздо больше выделяется средств, на сельское хозяйство. Но при этом мы понимаем, что все равно недостаточно. Бюджет профицитный. У нас остается надежда, что при корректировке параметров бюджета следующего года, а это обязательная процедура, которая проходит осенью, все-таки дополнительные средства будут найдены. В рамках реализации нацпроекта огромные деньги выделяются в регионы, но, к сожалению, регионы не всегда успевают их осваивать. И общим решением и Госдумы, и правительства, это было достигнутое договоренность, что теперь деньги начнут поступать в регионы уже начиная с 1 января. И у региона возникает право быстрее начинать эти деньги осваивать для реализации национальных проектов, а не дожидаться осени, когда в рамках 44-го закона, в принципе, уже невозможно реализовать эти средства в исполнении поставленных указом президента, для реализации поставленных в указе президента целей. Фракция ЛДПР была достаточно активная. Мы внесли законопроектов в данном отчетном периоде больше, чем в прошлом отчетном периоде. И хорошо, что многие наши инициативы, они реализуются. Отмена межбанковского роуминга – тоже вопрос, который регулярно мы поднимали. Ну, почему, когда один и тот же банк имеет филиалы в разных регионах, даже Москва, Московская область или Смоленская область, почему этот период должен дополнительно ввести за собой взимание некой комиссии банка, когда это все в единой системе, когда это все цифры в компьютере? Ну, вот, наконец, Госдума добилась отмены. Вопрос защиты обманутых участников долевого строительства. Также Госдума был решен, и многие законопроекты, социально значимые, они носили межфракционный характер и поддерживались всеми фракциями. Проблем, к сожалению, остается достаточно много, но мы надеемся, что благодаря энергии, благодаря креативу и напору фракции ЛДПР многие вещи все-таки в ближайшее время удастся решить. Успешно завершает 2019 год Смоленская область, которую возглавляет представитель ЛДПР Алексей Островский. Здесь, кстати, в рамках девяти национальных проектов реализуются 47 региональных. Почти на 350 миллионов рублей закуплено современное медицинское оборудование для медучреждений. В области приведены в порядок дороги. Отремонтированы 17 автотрасс регионального значения общей протяженностью почти в 100 километров. Впрочем, дорогами теперь может похвастаться и абсолютный рекордсмен по достижениям за минувший год Владимирская область. Успехом ее главы Владимира Сипягина за 12 месяцев работы на посту губернатора Прежнее руководство региона может только позавидовать строительство и открытие участка автомагистрали, которого жители ждали долгие годы. Современное оснащение больниц, новые реанимобили, передвижные фельдшерско-акушерские пункты. И это лишь малая часть из длинного списка выполненных дел. Мы спросили у местных жителей, заметили ли они эти перемены. Изменения в лучшую сторону в транспортной инфраструктуре, в социальной сфере – вот на что обратили внимание жители Владимирской области за год работы губернатора Владимира Сипягина. Центр стал лучше, где жили тоже раньше лучше, в Добром дороге стали лучше. Лыбинскую магистраль построили, тоже вроде стало лучше. Центр немножко разгрузили. А по зарплатам? Бог его знает. Новостях пишут про Арпенский проезд, будут строить весной. Где-то в марте должны начать строить. Вот. То есть это работа губернатора, да, сейчас? Ну, получается его заслуга, да. После перехода нашего губернатора, мне кажется, начались какие-то активные действия. А по какому-то конкретному случаю, да, это? Ну, у нас там начинают крыши ремонтируют, то есть прям, ну, есть заметная тенденция, как мне кажется. А так, не знаю, ну, я ухудшения во всяком случае точно не вижу, но улучшения наблюдаю. Мне хорошо живется. Ну, понимаете, хорошо это не значит очень хорошо. То есть тут, ну, всегда надо стремиться к лучшему. Всегда надо как-то, ну, над чем-то работать. Город разрастается довольно сильно. И если обратить внимание на то, что было пять лет назад, в принципе, изменения довольно кардинальны. Спасибо большое, то, что делают очень много велодорожек. Очень удобно для велосипедистов. Спасибо. Ну, у меня удачу собрались газифицировать. Они знают, от него зависит или нет. Если от него, то круто. Ну, в целом, вроде бы, есть какие-то улучшения. А что конкретно? Ну, в плане развития инфраструктуры, может быть. Вроде бы, обещали и зарплату повысить скоро. Ну, то есть, мрот увеличивается. Ну, я пока не могу оценить. Он же недавно стал губернатором. А в целом, как оцениваете вообще за год его работы? Он предпринимает попытки. Мы очень хотели бы, чтобы все получилось. Мы болеем душой за этого губернатора. Для губернатора Хабаровского края Сергея Фургала этот год стал крайне непростым. На главу региона и его ближайшее окружение оказывалось колоссальное давление. Что, впрочем, не помешало ему и его команде достичь заметных успехов в развитии края. Одним из них стала сдача дома, квартиры в котором получили выпускники сиротского приюта. Именно им в начале года Фургал лично пообещал выдать ключи от нового жилья. О других достижениях в 2019 году губернатор расскажет сам. Значит, что сделано за год? Такие большие, я считаю, серьезные достижения, которые сделаны. Стабилизирован полностью бюджет. На мой приход бюджет был разбалансирован. Был огромный дефицит. Госдолг достигал 69,7%. Оставалось 0,3% до банкротства. И так далее, и так далее, и так далее. Сейчас, на сегодняшний день, за год, собственные доходы на 5,5 миллиардов увеличивались. Из таких просто небольших показателей, только в 2019 году, на 2019-2020 год мы заложили, начали строить и продолжим строить в 2020 году, 7 новых больниц, 7 детских садов. Три школы, две пристройки, 17 фапов. Мы запустили перелеты. У нас территория огромная, билеты на внутренние перелеты были большие. Приняли решение для жителей Хабаровского края, живущих в северных территории, мы сделали билеты 4,5 тысячи и 3 тысячи детских. Для примера, билет стоил 17,5 тысяч. Вот 4 перелета в год туда-обратно, каждый житель северного района имеет право за счет субсидий именно края. А мы сейчас приобретаем новые самолеты для того, чтобы увеличить ареал сообщений. Ну, так уж случилось, что, ну, географически мы находимся так, что без перелета у нас не получается. 2200 километров в длину край. Надо понимать, что на 60% отсутствуют дороги, вообще просто дороги отсутствуют. Мы ведем сейчас реформу энергетики, мы сейчас создали фонд недостроенного жилья, очень эффективно начали решать вопросы с обманутыми дольщиками. Мы только за один год 1270 обманутых дольщиков вернули квартиры. Очень плотно работаем по сиротам. Я поставил задачу за 2019 год предоставить сиротам 580 квартир. Ну, для нашего региона, для нашего края это колоссальные цифры. Одно из самых значимых событий уходящего года – юбилей Либерально-демократической партии России. 13 декабря одна из старейших политических партий страны отметила свое 30-летие. ЛДПР сегодня – это 40 парламентариев в Госдуме, 7 сенаторов, 5000 депутатов разного уровня по всей стране и более 2000 региональных отделений. По мнению Владимира Жириновского, это не самое большое количество, но для 30-летней партии показатели весьма достойные. Свой юбилей ЛДПР отметила в Кремлевском дворце, как это было в репортаже нашего корреспондента. Сегодня председатель ЛДПР Владимир Жириновский – видный государственный деятель. Выступает с высоких трибун, а за ним идут миллионы его последователей. А началась эта история 13 декабря 1989 года. Мы считаем этот день как день праздничный. Считаем, что он в какой-то степени имеет особенное историческое значение лишь в том смысле, что впервые через 73 года в Москве, в столице нашей Родины, открыто, легально, без всяких препятствий, на свой съезд смогли собраться участники совершенно новой политической партии, ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. Эта черно-белая видеозапись – одна из первых в летописи тогда еще ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. Владимир Жириновский выступает на первом съезде либерал-демократов. Около двух лет остается до финала эпохи Советского Союза. А либерально-демократическую партию России ждет большая судьба. 30 лет много или мало для российской политической партии это большой срок. ЛДПР – одна из старейших политических движений в России. Но все устремления только вперед. Время работает на ЛДПР. 30-летие легендарной партии в государственном Кремлевском дворце. Это около 6 тысяч человек. Сторонники и однопартийцы по-настоящему готовились к этому мероприятию. ЛДПР! 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 Ура! Владимир Волжич всегда укреплял своими словами, своими делами, укреплял эту мысль, что никогда Россия не оставит наш Крыль. И рано или поздно мы будем вместе. Ура! 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 С днем рождения, любимая партия! Мы гордимся, что мы члены ЛДПР. На самом деле партия, которая прошла, можно сказать, века, потому что создана она была в прошлом веке. И что самое парадоксальное, то, что с каждым годом она становится все моложе и моложе. ЛДПР с 30-летием! Ура! 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 От Ярославского регионального отделения поздравляем! Партия ЛДПР с 30-летием! Ура! Желаем ей цветущих долгих лет жизни! На 200 лет еще процветания минимум! А шефу нашему ура! 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 ЛДПР! С днем рождения! Сегодня для нас очень замечательный праздник. 30 лет ЛДПР. Все мы приехали сюда большой делегацией. 80 человек из Тверского регионального отделения. Прекрасное настроение. Всем желаем однопартийцам, нашим сторонникам прекрасного настроения, успехов, здоровья, счастья. Нашей партии. Процветание. Лично Владимиру Вольфовичу Жириновскому здоровья, крепости духа, неиссякаемой энергии. И чтобы мы вместе с ним отметили как минимум 100 лет нашей партии. За 70 лет советской власти появление в стране легальной оппозиционной партии во многом стало определяющим событием в российской истории. Политический юбилей, итоги 30-летней работы, планы на будущее, радость от праздника не передать словами. Грандиозное собрание открывает, конечно, ее лидер. Председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Вот здесь перед вами стоит наша гвардия. Вот три наших губернатора. Строжский Алексей Владимирович, Бургас Игоревич и Семьягин Владимирович. Похлопаем. Самые высокие точки на региональном уровне. Они президенты территории. И в перспективе другие будут. И сенаторов уже семь человек. А 30 лет назад мы начали с нуля. Все победы фракции, ее результаты – это ежедневный честный труд всех и каждого. От муниципального депутата до депутата Госдумы и сенатора Совета Федерации. Это огромнейший праздник. Это историческое событие для нашей страны. Потому что мы первая политическая партия, независимая свободная партия, которая была образована 30 лет назад, которая не была образована сверху, она была основана снизу. Поэтому это реально огромное событие для нашей страны. То есть мы создали новую эпоху. Благодаря Владимиру Вольфовичу сейчас у нас демократия. Вся моя сознательная жизнь связана с Либерально-демократической партией России. Я уже почти 27 лет член партии. И, безусловно, сегодня для меня это особый день. Потому что это наш большой первый юбилей. 30 лет. Когда я хочу всем нашим партийцам сказать. Ребята, обожаю вас. Люблю. Желаю вам всего самого наилучшего. Желаю добиться вместе с партией огромных успехов. И никогда не забывать, что Либерально-демократическая партия – это наша семья, это наши друзья, это наша ответственность перед страной. Гордость ЛДПР – безусловно, народные губернаторы трех регионов нашей страны. Смоленская область – Алексей Островский. Хабаровский край – Сергей Фургал. И Владимирская область – Владимир Сипягин. Я от всей души поздравляю сегодня нас, россиян, с великим праздником, с 30-летием, с юбилеем партии ЛДПР. Я горжусь тем, что я являюсь членом этой партии. Это та партия, которая заслужила настоящее и искреннее доверие жителей. Пройдя через многие годы и всегда сохраняя главный принцип – служить своим идеалам, служить честности, порядочности, всегда отстаивать интересы людей. И, конечно же, успех нашей партии предопределен лидером нашей партии, тем человеком, который всегда отстаивает интересы простых людей, который всегда честен, который всегда говорит только правду и держит свое слово. И это самое главное. Я хотел бы всех поздравить с юбилеем. Во-вторых, хотел бы всем сказать, обратите внимание, ЛДПР – 30 лет. Назовите еще сегодня хоть одну партию, которой есть такой возраст. Особо я, конечно же, хочу сказать два благодарности Владимиру Вольфовичу. Все-таки это вот с моей точки зрения, я сейчас говорю от себя, это вот человек-легенда, человек-лидер, человек, который смог не просто организовать, а это же еще и развить и самое главное – сохранить в том виде, в каком он есть. Поэтому у меня сегодня самое только приятное пожелание. И я желаю всем встретиться на 50-летнем юбилее. Эстафету второго отделения грандиозного юбилейного концерта подхватили Андрей Андрейченко, депутат Государственной Думы и ведущая канала ЛДПР-ТВ Ольга Иларионова. Общение продолжалось до самого позднего вечера. Планы, проекты, обмен мнениями, поздравления. Атмосфера настоящего праздника плавно переходила на рабочий режим. И как бы пафосно ни звучало неравнодушие к своей стране и забота о тех, кто доверяет партии, самый главный цензор и двигатель ЛДПР. Время же не ждет. Время работает на ЛДПР. До празднования Нового года остались считанные дни. Центральную часть России погода продолжает удивлять отсутствием снежных сугробов и вьюг. Однако, ничто не создает сказочную новогоднюю атмосферу лучше, чем наряженная, переливающаяся огнями елка. По официальным данным, ежегодно 55 тысяч лесных красавиц дарят россиянам праздничное настроение. Студенты Института мировых цивилизаций в конце декабря переуплотились в сказочных героев и порадовали малышей. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. И сегодня красавица елка уже подавно сложившейся традиции встречала своих маленьких гостей на традиционном новогоднем утреннике в центральном аппарате ЛДПР. Ведь для каждого ребенка Новый год самый волшебный и веселый праздник, который они ожидают целый год. Организатором искренней радости мальчишек и девчонок, а также их родителей, выступил Институт мировых цивилизаций. Мы приглашаем всех детей сотрудников центрального аппарата, депутатов Госдумы, близлежащих домов, ну и, конечно, Института мировых цивилизаций. И вот каждый год у нас такой большой круг детей, мы проводим уже две елки подряд. Студенты и МЦ сегодня стали волшебниками чудесного новогоднего настроения. Песни, танцы, бесконечная карусель веселых конкурсов. Ни один малыш не остался без внимания. Да, мы сегодня взяли тему именно Ладид и Жасмин, которые никогда не были в Москве, не видели ни Деда Мороза, ни снега. Поэтому ребята, их родители ждут музыкальные поздравления, ждут интерактивные игры, запуск настоящих самолетов, игра в снежки с Дедом Морозом и, конечно, удивительно любимый всеми взрослыми детьми хоровод. Среди гостей мероприятия «Елку ЛДПР» посетили со своими детьми депутат Государственной Думы Александр Шерин и сенатор Елена Афанасьева. Хочу сказать, что здесь находятся ведь не только дети наших сотрудников, сотрудников Института мировых цивилизаций, но здесь находятся дети, которые пришли к нам по благотворительной акции. И мы очень рады, что у нас получается это делать. И многие знают, что мы здесь, приходят уже с готовыми своими какими-то заявлениями, предложениями. Вот в том году, например, мы вынесли два законодательных предложения отсюда, по детям-сиротам к нам подходили преподаватели и передавали свои пожелания. Очень приятно, что ЛДПР организовывает для сотрудников, для детей депутатов в фракции ЛДПР такие праздники. Мы в ЛДПР одна семья, поэтому мы и в горе, и в радости всегда вместе. И поэтому наши дети вместе отмечают этот новогодний праздник в этот торжественный год, год 30-летия ЛДПР. Я являюсь тем самым многодетным отцом, которых много во фракции ЛДПР. И вот своих детишек я привожу на эту елку. С теплом этого душевного праздника студенты ЕМЦ поделятся и с домом престарелых, и с воспитанниками детского дома. Новогодний спектакль в полном своем составе приедет дарить радость тем, кто больше всего в нем нуждается. Во вторник наши студенты едут в детский дом в город Лосино-Петровский, где дают благотворительную елку и дарят детям подарки. И в четверг мы едем впервые за нашу историю в дом престарелых. И конечно, какой же Новый год без Деда Мороза и Снегурочки. Торжественный выход главных героев, которых ожидали все с нетерпением, а встретили с восторгом. И долгожданные подарки, чтобы вкус праздника еще раз подсластить. Родители довольны, дети счастливы. А что еще нужно для прекрасного предновогоднего настроения? Может, только снега? Таковы основные события уходящего года. Коллектив ЛДПР-ТВ поздравляет вас с наступающим 2020 годом. И мы желаем вам благополучия и всего самого наилучшего. Оставайтесь на нашем канале. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok